Мысль Сергея Шахрая, несомненно, увлекательна, однако высказал он ее сегодня между делом. Меня в разговоре с ним интересовал прежде всего другой вопрос. Постановление Госдумы о политическом урегулировании отношений с Чечней. Когда на федеральном уровне, ну такое резкое политическое противостояние разных фракций и слоев, любой вопрос, даже если жизнь на Марсе, становится предметом политических дискуссий и дебатов. Поэтому компромисс был найден в чем? Из документа убраны любые политические оценки, потому что разные политические силы оценивают по-разному причины конфликта, как он развивался. И все сошлись в том, что начинать урегулирование политическое надо вот с такой модели. Последние два с половиной года, с осени 1991-го, когда в Чечне был избран президентом Джохар Дудаев, отношения России с этой республикой строились странным образом. Стороны как будто не замечали друг друга. Чечня делала вид, что она абсолютно суверенное государство и вообще не знает никакой России. А Россия делала вид, что Чечня остается одной из ее провинций и ничего не происходит. В данном случае в документе нет ни слова о суверенитете, о независимости. И не нужны они здесь, потому что в них все вкладывают разный смысл. Я лично считаю, что высшим проявлением суверенитета и независимости является добровольное делегирование полномочий, добровольное распределение полномочий. Методика выхода из конфликтных ситуаций диктует правила. Все вопросы статусные, политические, терминологические, что такое суверенитет и независимость, должны быть отложены на конец переговорного процесса. Неделю назад Сергей Шахрай уже инициировал обсуждение этого вопроса в Госдуме, но тогда фракции аграриев, коммунистов, жириновцев и ДПР выступили против. Сейчас, однако, все получилось как нельзя лучше. Дума приняла постановление на ура. Хотя у Шахрая было опасение, что в связи со сложным настроением Джохара Дудаева и большими его лоббистскими возможностями, позиция целого ряда депутатов может быть непредсказуема. Но обошлось. 17 против и 5 воздержались из 300 человек. Все понимают, что здесь нет силового решения конфликта. Это все понимают. И фракция коммунистов, и фракция выбора России, и пресса, и яблоко и так далее. Даже ЛДПР? Даже ЛДПР. Виза ЛДПР есть под этим документом. Кстати, лидеры ЛДПР утверждают, что они могут оказать какие-то посреднические усилия для того, чтобы политическими средствами этот конфликт был урегулирован. То есть, если хотите, сейчас благоприятная ситуация для того, чтобы этот процесс сдвинулся с мертвой точки. Здесь все будет непросто. Видимо, сначала последует заявление не самого Дудаева, но его окружения, что это вмешательство во внутренние дела. обсуждения в Думе и принятия постановления. Но, получив текст постановления, они убедятся, что там есть поле для политического диалога, для политического компромисса. Как Вы считаете, вот этот компромисс, который сейчас вырисовывается между Россией и Чечнью, он стал возможен благодаря чему? Кто пошел в компромисс за те двух сторон? Экономический интерес давит на все стороны. Затянувшаяся политическая такая обостренная компонента конфликта мешает реализации этих нормальных экономических федеративных отношений. Нужно Чеченской Республике определиться. Такой ситуации, когда она считает себя самостоятельным государством и вместе с тем получает деньги из государственного бюджета России, такой ситуации не будет. Нет. Нужно внести ясность. Либо так, либо так. Мы исходим из того, что Чечня – это субъект Российской Федерации, и мы готовы с ней как субъектом разговаривать. Но разговаривать предметно и конкретно. Ситуации 1993 года, когда хождением по каким-то властным кабинетам можно было надеяться на получение денежных средств и вот такую морковку у нас перед носом держать, такой ситуации больше не будет. Сейчас еще не завершены переговоры между руководителем администрации президента России Сергеем Филатовым и госсекретарем Чечни Асланбеком Акбулатовым. Сергей Шахрай уверяет, что у них с Филатовым никаких разногласий нет, и они действуют как одна команда. Как Вы считаете, какая база фактическая нужна для того, чтобы Ельц встретился с Дуданем? Готовый согласованный проект договора. Или высокая степень готовности. Как Вы считаете, сейчас фактор Хасбулатова какую роль играет в чеченско-российских отношениях? Сейчас он не играет активной роли, этот фактор, но я прекрасно понимаю, ну скажем так, каким весом Асланбулатов пользуется в Чеченской республике, как в одной из республик Северного Кавказа. Это вес солидный, политический. Асланбулатов может занять одну из трех позиций. Ну, демонстрировать отстраненность и не участвовать вообще в этих процессах. Второй вариант. Противодействовать урегулированию отношений, ну, по сути, с федеральной властью, с президентом, с парламентом Российской Федерации. И третье, он может сыграть позитивную роль. А по большому счету, для интересов Российской Федерации, в целом, не так уж и важно, как будет фамилия Хасбулатов, Шахарай, Сидоров, Иванов, если человек, пользующийся весом своей республики, выбирает позицию на урегулирование, политическое урегулирование конфликта, это благо и для народа чеченского, и для Российской Федерации в целом. Сейчас Руслан Хасбулатов стабильно обосновался в Чечне. Он гостит тому своей мамой. Ей 83 года. И он заявил, что пока она жива, он ее не оставит. На чеченцев, славящихся своим почтительным отношением к старшим, этот ход произвел сильнейшее впечатление. Сейчас к Хасбулатову не зарастает народная тропа, двери дома открыты, ни одного охранника. И Джохар Дудаев строго-настрого приказал, чтобы ни один волос не упал с головы Руслана Хасбулатова, поскольку они враги, и кровь Хасбулатова падет на него, Дудаева. Руслан Амурадович прекрасно знает, что он делает. В Чечне еще не было политика столь опытнейшего и такого крупного масштаба. К тому же Хасбулатов в свое время, еще будучи председателем Верховного Совета России, заблаговременно совершил хадж, полномничество в Мекку, что делает его в глазах чеченских мусульман совершенно неотразимым. По всему поэтому, Руслан Хасбулатов имеет очень большие шансы стать во голове политической оппозиции Джохару Дудаеву. Это делает Дудаева значительно более сговорчивым в переговорах с Москвой. А Борис Николаевич Ельцина заставляет призадуматься на тему о том, что лучше – договориться с Дудаевым или дожидаться, пока Руслан Хасбулатов станет имамом Чечни. Всего доброго.